Я в школе был жестким троечником. В 19 лет, когда я поступил на первый курс института, выгнулись дома. Я работал менеджером по продажам, зарплата 40 долларов на полставки. Я нашел одного первого своего крупного клиента. Сиделали компанию совместную, потом мы купили 22 машины, у меня было 50%, я стал гениальным директором. Всем здорова, мы в гостях у... Я даже не знаю, как представить тебя, потому что Алексей Воронин, да, мы встречались, должны были встретиться, наверное, где-то на лайке, на обучении, должны были встретиться где-то на БМе, на куче мероприятий, мы вместе участвовали, но, так понимаю, ни разу даже, ну, лично не пересекались. Ну, мы виделись, наверное, но не знакомились. Вот, да, но не знакомились. Мне постоянно рекомендовали пообщаться. Вот сейчас мы в гостях, сейчас Алексей расскажет, что это за офис, каким бизнесом он занимается. И также вначале я хочу сказать, что в конце этого ролика, я уже не знаю, сколько он у меня будет, будет довольно серьезный момент озвучен по поводу организации дальнейшего канала, что будет с каналом происходить, и в нем будут таких два уровня контента, немножко один. Ну, короче, все это будет в конце. Поэтому, Алексей, давай начнем, расскажи просто свою историю. Нас, конечно, интересует история успеха, но больше всего интересует история неудач, потом погнали. Слушай, за каждую историю успеха стоит история неуспеха. Вообще, ты знаешь, у каждого человека, знаешь, как определяется сила человека? Ну, вот уровень человека. Уровень человека, моему личному мнению, не претендующему на абсолютную истину, определяется очень просто. Это то количество кризисов, которые человек проходил в своей жизни. И чем больше количество кризисов ты в своей жизни проходил, кризис – это, ну, проблема, какая-то серьезная проблема. Чем больше ты проблем в своей жизни, так сказать, решал, тем больше, как правило, у тебя уровень, да? Чем больше ты проблем в бизнесе решаешь, выходишь на следующий уровень, следующий уровень, следующий уровень, да? При условии, что ты четко понимаешь, куда ты идешь, и адекватно воспринимаешь обратную связь. А проблема – это и есть обратная связь. Ты про доширак хотел сказать, я уже не унижался. Да, доширак. Как все начиналось? Вообще, началось все с того, что меня в 19 лет, когда я поступил на первокосинститут, выгнулись дома. В хорошем смысле этого слова, мне родители сказали, все, братан, давайте, я взрослый, снимаю квартиру, езжай в Чертаново. Да, это было Чертаново, дом 2. Если кто-то жил в Чертаново, всем привет, прикольное место. И сразу денег стал очень с проблемами. То есть я, с деньгами стали большие проблемы. Учился, поступил на первый курс института, знаю 16 способов заваривания доширака. Не знаешь, доширак, там сверху такие пакетики есть с соусом, да? Я обычно просто завариваю, а сразу вот так. Нет, там же пакетики можно мешать, знаешь. Можно сухим, да. Да, можно заливать кипятком, можно кипятить, можно там их, миллион разных вариантов, если что. Можно в чайнике никогда не делать, вообще тему. Пузырится еще, зачет. Дальше, что случилось? Начал я работать, зарплата у меня была 40 долларов. Через некоторое время, мне это немножко поднадоело. Я пришел, кстати, работать со своему старшему брату в компании. Компания называлась Белый Ворон. Она сейчас, кстати говоря, существует. В Воронин? Да. Белый Ворон. Ну, многое, многое не думали, как это называли. Я работал менеджером по продаже, зарплата 40 долларов на полставки. Примерно где-то через там полгода работаю, начал даже какие-нибудь небольшие деньги зарабатывать в бонусах. Случилась у нас приятная история. Я нашел одного первого своего крупного клиента. Это была компания Vitec. Большая крупная компания, занимается электроникой. И через некоторое время мы с ними договорились о том, что мы начинаем совместную деятельность. Причем, знаете, как я их нашел? Я нашел их на форуме сайта ТКС. Это, знаешь, какие-то логисты тусуются, таможенники. Причем их субподрядчиков я нашел там же, на соседнем форуме. То есть я далеко не ходил. Я тогда не учился ни в бизнес-молодости, ни в бизнес-образовании. Ну, далеко не ходил. И по принципу обдвух можно. Оказалось, что да, можно. Я был тогда молодой, активный. Сейчас я, конечно, тоже активный, но не такой уже молодой. В общем, я их забегал. И так хорошо забегал, что примерно там через год, где-то, наверное, да, в совокупности год где-то прошел. Это как раз был третий курс института уже. Я в этот момент бросил институт. То есть я потом его заканчивал 9 лет. То есть я бросил, а потом спустя 9 лет только восстановился. Я подумал, зачем я учусь? Ради бизнеса. Вот бизнес у меня есть, учиться не надо. Это, в общем-то, оказалось не совсем правильное решение. Но, тем не менее. И сделали компанию совместную. Называлась именно BB Trans. Она сейчас, в этой игре, существует. Потом мы купили 22 машины. Соответственно, у меня было 50%. Я стал гениальным директором. У меня даже где-то есть, в книжке, там, знаешь, написано. Такого-то там стал таким-то менеджером. Такого-то стал гениальным директором. Ну и дальше, соответственно, купили 22 машины. И, соответственно, у меня была половина этой компании. Соответственно, вот так просто. За то, что я был активным и хорошо работал. Так и в чем отличие, помимо активности, допустим, с тобой уже работали разные еще ребята? Почему у тебя, скажем, получалось быстрее, ниже, чем у них? Хороший вопрос. Ну, знаешь, когда сильно надо, ты точно сделаешь. Просто когда ты надоедает есть деширак, то очень хочешь, чтобы это, в принципе, перестало. Перестал этот деширак в твоей жизни появляться. И мы в итоге... Ты знаешь, я вообще в детстве был троечником. То есть я в школе был жестким троечником. Когда диктрица получала у меня аттестат, она сказала, ну, наконец-то. Я до сих пор это запомню. Я не допустили там под разным... У меня было не очень хорошее зрение на тот момент. Но мне не допустили допустных экзаменов, например. Чтобы, не дай бог. Я просто... Мне очень нравилось читать книги. Я очень хотел как-то... В своем мире жил, знаешь, вот. Жил в своем мире. Мне очень хотелось как-то... Когда я получил власть в основном году на свой мир, мне очень сильно хотелось его как-то изменить. То есть было очень большое желание, было очень большое намерение его изменить. Потом же я в 21 год начал танцевать. Кстати, очень прикольная история, как я начал танцевать. А что ты танцеваешь? А я в брунной молодости был трехкратным... Четырехкратным чемпионом России, финалистом чемпионата мира. Стал я им за два года. Танцую я сальсу, хастал, гетинская танго и разные прочие такие социальные танцы. Прикольная история, как я стал очень... Первый курс... Представляешь, первый этот... Пришли, поучились три месяца, и вот первый месяц этот конкурс. Двадцать четыре пары танцуют. Я думаю, что я очень крутой. Танцую как уровень бог. Знаешь, такой первый среди равных. И тут бац, восемнадцатое место. Я потом сделал одну вещь... Из двадцать четырех, или нет? Из двадцать четырех. Ну, явно не тот уровень, который... То есть дальше не пошел, дальше не пошел. Слушай, вот здесь есть тема, что тот, кто идет последним, окажется впереди. Да, есть такая тема, да. Но я сделал одну правильную вещь. Я подошел к судье и спросил, что не так? То есть, знаешь, если не так, надо пойти и спросить. Значит, что мне сказал судья, знаешь? Ну, кайдзен такой. У меня вообще принцип кайдзена из жизни. Получать обратную связь. И это был первый удачный способ, когда я сам как-то интуитивно к этому дошел. Но потом жизнь мне очень сильно помогала. Прям кардинально меняла жизнь мою этот подход. Я что сказал судья? А вот сейчас скажу. Он сказал, вы знаете, вы косолапите, вы танцуете не в музыку. Вы записываете ритм. Да. Я запомнил на всю жизнь, что такое сказать. И вообще танцы это не ваше. Как меня это, сука, зацепило? В общем, я нашел самых лучших преподавателей. Я нашел себе самую лучшую партнершу на тот момент, как существовало. И через пару лет я занялся два раза в день. То есть, пару лет я занялся два раза в день. Я полностью четко всегда, когда я где-то выступал, я всегда спрашивал, что нужно лучше, что нужно лучше. Потому что у судей есть субъективное мнение. У пяти судей есть примерное мнение, как ты должен танцевать. Если ты понимаешь, как ты должен танцевать с точки зрения этих пяти судей, судей. Да. Ты понимаешь, да? То ты начинаешь попадать в их контексты, а ты можешь танцевать гениально, быть пластичным, но если он смотрит на итемы и акценты... Ну, это то, что мне в банке нужно было. Мне охранник подходит и говорит, Руслан, что ты год не растешь? Я говорю, ты не знаю, я вроде все делаю правильно. А он говорит, ты что борешься с системой? Я боролся с системой. Я говорю, что вы мне запрещаете там вещи определенные, там, условно, там маркетинг делать. И он говорит, ты пойми, что чтобы выиграть в системе, ты должен жить по ее правилам. И вот Бог для тебя, это твой руководитель, работай на него. Вот и все. Поэтому я с этим, да, согласен, конечно. Ну, про боль мне тоже понравилось. Да вообще. Можно долго-долго читать книжки по мотивации, но пустота в животе твоих близких она лучше всего мотивирует. Нет, ну, когда ты пятачки знаешь, что ты пятачок стоил в ДША, когда пятачки собираешь, как бы, знаешь, это как бы... Мотивирует. Потом, скажи еще какие-нибудь крупные такие эти, как они, ошибки, да, от которых ты бы мог отгородить людей, которые занимаются... Слушай, ну вот через два года, то есть, по сути, я там стал человеком с активом миллион долларов в этой компании, но через два года я просто ее потерял. Знаешь почему? Я зазнался. Меня как-то брали в компанию для того, чтобы ее развивал. И даже дали дворю там и так далее. Ну, я, в общем-то, через два, через два с половиной года случился разговор со вторым партнером. Говорит, Лех, что-то ты танцуешь много, занимаешься всем своим развитием, а бизнес-то что-то не растет. Ну, в итоге он выкупил у меня долю, он сказал, я больше не хочу с собой работать. Это была очень неприятная история моей жизни. Это еще второй судья, по сути. Второй судья, да. Да, по сути, второй судья, да. И мы, кстати, тоже сильно благодарим, потому что, ну... Ну, нормально выкупил или нет? Да, нормально, ну, по себестоимости, плюс какие-то там дополнительные доходы. То есть, ну, нормально. На тот момент был нормально. Ты вот через путь за знайство рекомендуешь пройти, или нежели как бы заранее его... Слушай, ты знаешь, можно... Я тебе так скажу, а можно ли пройти без него? Это большой вопрос. Ну, не зря, что у нас есть классические грехи, да, и гордыня-то смертный грех. Через гордыню, мне кажется, на прямом этапе все проходят. Я точно проходил. Ну, те, кто смотрит, это знают. Я думаю, что не один раз тоже можно проходить, потому что у меня там была следующая история, когда я тоже начал зарабатывать уже достаточно большие деньги. Это еще, думаю, я работаю в Сбербанке. Я сейчас работаю в Сбербанке. Знаешь, у меня была Бентли машина. Я когда на переговоры на Бентли приезжал, у меня, в общем-то, эти ценники все время в два раза больше были на все. То есть, вот ни на что не возьмем. Из тебя это печалило. У меня вообще печалило. Меня тоже печалило. Ты думаешь, что я очень богатый, поэтому нужно... Я стремительно стал, кстати говоря, вот я зарабатывал, 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 купил Бентли, и тут же начались какие-то истории, связанные с тем, что начинает тын-тын-тын-тын. Слушай, у меня продолжение этой темы. Вот человек, который она сейчас снимает, я вам, кстати, не скажу. Ну, Рома зовут тоже. И вот по поводу того, что люди к тебе начинают относиться, иначе, если у тебя определенная машина, иначе, если у тебя нет определенной машины. Меня вот с Ромой, да, с оператором нашим, это очень сильно парит. Мы даже очень философски дискутируем на эту тему. И это проблема, причем я не знаю, проблема ли это и как это можно искоренить, потому что довольно стрёмно жить в таком мире, где, ну, реальная оболочка значит больше, нежели чем твоя суть. Смотри, да, но и да, и нет. Есть сегменты, ну, например, то есть я в банке хожу в костюме, хотя я очень не люблю костюмы, но потому что я, когда хожу в определенную экосистему, я должен принимать ее правила. Если начну бунтовать против правил, или я должен догадываться, что эти правила меняют, и оставить, условно говоря, дать лидерам трансформации. То есть я прихожу к руководителю, говорю, а давайте у нас неформальный бейс-код. Ну, не в шортах, но, условно говоря, в джинсах, в этом, потому что почему? Потому что те люди, которые будут с клиентом, они привыкли, что банк – это некая надежная, и у них ассоциация происходит. А в бэк-офис, может, у нас айтишники ходят, чем угодно. Но есть правило, что вот есть единая система, в которую ты встраиваешься. Если по каким причинам тебе система не устраивает, то есть два выбора – или уйти из системы, или менять ее. Разными способами. Так и здесь. То есть если ты считаешь, что правильно, чтобы люди оценивали не по машинам, тогда нужно понять, почему их надо оценивать. Нужно просто начать продвигать и быть хедлайнером какого-то подхода, когда оценивают по результатам, по эффективности, по благотворительности. Вообще деньги для меня – это понятие, это спасибо миру, скажем так. То есть сколько ты какую-то непоправимую пользу нанес миру, сколько у тебя, по сути, это денег приходит. Мы сейчас не говорим по какие-то там левые темы. Я думаю, есть история всякие с Далай-Лама. Там что такое деньги, как готовность иметь и действие. Мне кажется, вот у Далай-Лама, даже если им большую пользу приносит, просто он не хочет вот этот момент где-то может быть. Ты как на эту тему? Знаешь, у меня есть очень простой подход. Я бизнесмен. Если на сегодняшний момент выбрал, что я бизнесмен. Я занимаюсь в Сбербанке, я учу, я предприниматель, я инвестор. Сейчас меньше предпринимателей, больше сотрудник Сбербанка, потому что я не могу заниматься бизнесом. Но я могу преподавать, например. Если у меня есть какие-то инвестиции. Но я тебе так скажу, что деньги на первом уровне это мере твоей эффективности. И это очень четко отсекает всю эротическую фантазию на тему движешься, ты развиваешься, ты духовно. Есть у тебя движение? Нет. Ну если есть движение, посмотри, что у тебя происходит с деньгами. Не всегда можно все поменять деньгами, но у меня есть такой критерий, там деньги, квадратные метры, как совокупность твоей экосистемы. Ну, собственно, дома, отношения, женщина, любовь, дети, квартира, машина. Ну, такое, как бы, классические истории. И эти моменты, это килограммы. Ну, собственно говоря, как экосистема твоего здоровья. То есть ты болеешь, не болеешь, худеешь, толстеешь, лучше, чуть хуже, больше энергии, меньше энергии. Вот три критериальных признака. Если три критериальных признака у тебя улучшения происходят, значит, все к лучшему. Значит, ты действительно развиваешься. На первом уровне, опять же. То есть если мы с тобой выбрали, или наши слушатели, зрители выбрали развитие в бизнесе, то КТИ должен быть, в Китае, очевидно, должен быть социальным. Нельзя путать подход социальной истории и тех людей, которые посвятили свою жизнь, служению духу, монашеству, служению другим людям полностью, когда там консервируешься, а у тебя какие-то и другие, логично. И там ты по-другому развиваешься. Я осознанно принял решение, что я в социальной жизни. И у тебя КТИ, да, здесь и сейчас. Я в социальной жизни, на сегодняшний момент я осознанно имею свою жизнь социальными КТИ. Но при этом я понимаю, что деньги – это не самоцель, деньги – это результат. То есть нельзя сфокусироваться только на деньгах. Деньги – это следствие того, что ты в этот мир приносишь, как ты развиваешься. Слушай, звучит как-то очень пафосно, на мой взгляд. Но вот в основном, сделай ты хороший продукт, но у тебя точно будут деньги. Ну, согласись. То есть, если ты при этом понимаешь, что у тебя денег нет, то или у тебя продукт плохой, потому что он сам себя не распаковывается, или нужно что-то делать, какую-то итерацию с продажами в основном, или с итерацией доработки продукта, чтобы он сам себя распаковывал в основном. Слушай, а вот если бы тебе сейчас сколько лет? Тридцать шесть. Тридцать шесть лет. Если бы ты, Алексей, себя встретил, допустим, двадцать лет бегущим по улице снизу, где мы стояли, что бы ты сейчас сказал этому парню? Если отсечь вариант, условно, ничего бы я не сказал. Женить раньше. Ты во сколько женился? Я женился, вообще несколько раз был женат, но вот я могу сказать, что самое мое лучшее бизнес-решение это выйти, жениться на мои... Оно расходы повышает или как влияет? Оно доходы повышает, технически. Если я чисто технически, то доходы повышаются. Почему? У тебя четкий фокус на рост благосостояния твоей семьи. И, в общем-то, наверное, с одной стороны это хорошо, с другой стороны это тебе сразу структурирует в определенном контексте. Знаешь, у меня программистов иногда нанимаю для проекта работ в Сбербанке. Знаешь, очень прикольно, когда программист женатый и программист неженатый это два разных человека. Программист неженатый, это тот, кто за идею. Он все готов ночами сидеть, он колбасит, он за 30 тысяч рублей готов там интересный проект пилить там круглые сутки. Как только он женится, он буквально через неделю приходит, говорит, значит, жена послала, да, приходит, говорит, что надо повышать зарплату. Ну, потому что 30 тысяч жена, семья уже как-то не очень. Ну, надо повышать зарплату, улучшать код тогда. Да, 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 повышать. Поэтому, что бы я им сказал, женить раньше. Слушай, ну не от 31, я, кстати, ни разу не это, не женился. Слушай, ну, может, мы тебя женим? Да есть у меня родина одна потенциальная. Слушай, потенциальная, слушай, мы с Петей Осиповым уже забились, значит, недавно, как неделю назад. Что он женится? Да, он через год должен жениться. Или, значит, у него цена слова есть. Ну, потому что это же бесконечная история, да? Ты думаешь, что ты женишься, значит, вот. И мы, там, 1 июня, мы в мае жениться нельзя, но где-то в июне должен жениться. Ну, в мае, там, типа, я, конечно, примет не вижу, но в мае не мается, там, да-да-да. А вот в июне он должен жениться. Или, как бы, свобода, 5 миллионов. Нормально. Слушай, а тот бизнес, который у тебя сейчас есть, скажи, что это за направление? Не, ты уходи. Я не хожу. Ты не уходи от ответа. Я себе вытичка налью. Вопрос деликатный. Я планирую жениться. Или ты? Планируешь. В течение 300 дней. Вот так вот, да? Слушай, ну, подожди, подожди. Может, поговорим еще об этом? Давай пропустим. Давай, пропустим. Ну, просто, просто, если человек жениться только потому, что он дал слово, то это, наверное, тоже не совсем правильная история. Не, не, для меня это тема такая. Я ее продумал где-то неделю-две назад. А, то есть я в тему прям. Да-да-да, все нормально. То есть, у меня не к тому, что возраст подходит, не к чему-то, я тебе говорю, я замедлился немножко. Уважаемые девушки. Мне нравится. Если вдруг, значит, вы считаете. Женщина у меня есть, поэтому не надо. Ну, пока не женат еще 200 дней. Расскажи, что сейчас есть по направлениям? Ты говоришь, что в Сберии сильно занимаешься, вот, из бизнеса. Ну, смотрите, у меня сейчас основных три, как бы, контекста существуют в моей жизни. Первый контекст, это создание, развитие кредитных продуктов в Сбербанке для малого бизнеса. Я помогаю, ну, и являюсь инициатором, там, создания ряда кредитных программ по госзаказу. Что-то нормальное выйдет, нет? Да, очень хорошо. Банка с залогами нет? Без? Скажи примерно. Все без залогов. Ну, смотри, банк с гарантией по госзаказу без залога. Кредитное исполнение госзаказа до 10 миллионов, единственное, кто дает Сбербан, без заказа. Преодобренный лимит 500 тысяч, это по принципу BI на госзаказ, без залога. Пакет госзаказ, сейчас делаем, это тендерное, ну, участие в тендерах по госзаказу. И банк с гарантией тоже без залога. Ну, не просто 8 миллионов, там, до 10 миллионов, ну, для малого бизнеса. То есть я очень люблю структурировать программы, чтобы они были без залога, потому что я из бизнеса, я все понимаю, о чем боль. До этого там было 5 банков, и сейчас вот в Сбере этим занимаюсь. Второество, это там, ну, раньше было очень много госзаказов на ее жизни, я консультировал по госзаказу, потом мне сказали, а давай кредитную программу, а давай, а вдруг можно, оказалось, можно. И самые большие деньги я заработал, потому что я создавал продажи банкам по кредитным и некредитным продуктам, потом дошел до Сбера, потому что все банки лопались, кстати, тоже беда, они начали лопаться. Нашел до Сбера, и вот сейчас официально сотрудник дочки Сбербанка, Дилайса, да, мститель, генеральный директор. Второе направление преподавания, ну, ты знаешь, бизнес-молодость, наши добрые друзья, Петя и Миша. Третье направление, это несколько инвестиций в проекты, условно говоря, на нас, первое, это генератор продаж, это интересная история, долго рассказывать, но, условно говоря, мы можем генерить 5 миллионов лидов в месяц по бизнес-направлению, соответственно, с конверсией там до 30% по определенным направлениям. А что за механик у тебя примерно? Слушай, обязательно, наверное, расскажу, или попозже, но это, знаешь, я как в анекдоте спросил, как делал, он сделал, рассказал, то есть часа на полтора сейчас рассказывать, но, условно говоря, это следующая инкарнация CPI-сетей, то есть CPI-сетей это просто лид, а у нас мы больше уходим в сделку, то есть мы бьем за сделку, то есть. Ну, по сути, это мечта всех клиентов. По сути, мы закрываем с собой отдел продаж полностью, то есть ты подключаешь к системе, и вот там начинает генериться определенное количество заявок. То есть, а сейчас система не работает, нет? Работает. Я тебе могу показать. Ты просто, я думаю, ссылку кинь, да мы ее под видосом прям разместим, ребята зайдут и реагируют. Если есть. Кину, у нас просто сейчас тестим, у нас сейчас услуги в основном, значит, у нас не товар, а услуги. Услуги, это юридические услуги, автоуслуги, астрология. Кстати, не знаем, куда девать, после этих битв эстросексов осталось, 700 лидов в день идет, не знаю, что с ними делать, пока никуда не идут. Так что, господа, кому-то, если за строгов, присоединяйтесь, не знаю, что с ними делать. Ремонт квартир, трейдинг, кредиты, ну, всякие эти, кредиты физиком, ну, всякие такие, инфоошные, я имею в виду сейчас инфоошки, и, по-моему, все. Это вот основные глобальные. Тематики ты назвал такие довольно… А, есть юриспруденция еще. В лидгене-то довольно тяжелая, но все-таки юриспруденция, ремонт… Миллион лидов в месяц. Ну, вот там, понимаешь, там надо копаться. То есть, там, это B2C, там, эссея. Меня, мне не дали визу шенгену, мне там, купил посрочный продукт, что делает. Это такая вот глобальная B2C-система, которую надо развивать. То есть, B2C-вопросы. То есть, это вопросы клиентов, это не юрики. То есть, там есть, конечно, в этом флаконе и B2B, но их там процентов 10, 15, 20. А вот основные вопросы, там, клиенты, я, не знаю, купил плохой афронт, что с ним делать? Или, там, крыша течет, куда жаловаться? Или, там, коллекторы, арбитраж, суды, иммиграционное законодательство, там, визы, Роспотребнадзор, все, что связано с покупкой продуктов и жалоба на эту стоимость. А громадар? Ага. Ну, то есть, это услуга CPI-сеть, но следующая инкарнация. То есть, это не классическая CPI-сеть, там, как и Admitap, там, или как там, куча, на самом деле. Тяжелая история немножко. Да, и сейчас мы работаем. Вторая IT-инфраструктура, это IT-инфраструктура для MLM-компаний. То есть, есть MLM, у них, как правило, есть свои собственные, собственные, условно говоря, системы. Ну, да, да, а мы просто делаем им удобную социальную CRM, при помощи которой они могут подавать всем своим друзьям. Ну, естественно, это интегратор MLM-ов, условно говоря, такая история. То есть, если MLM-компания приходит, мы сразу и закутим небольшую подписку даем доступ к этой истории, и очень удобно. То есть, сразу после этого увеличивается там в полтора раза доходность MLM-ов, потому что они получают удобный инструмент для того, чтобы дорабатывать деньги. Ну, соответственно, окупают подписку. Ну, и там, с одним из моих учеников я поинвестировал в несколько суши-ресторанов. Ну, и сейчас пять. Небольшие такие точки, слушай, то гол. Ну, так вкатся, все. Понял, понял. Слушай, раз у нас тут много вопросов за бизнес, за всякие такие истории, скажи, вот не менее актуальная тема сейчас, ну, аж тренинги проводят, да, там, по предназначению. Ну, я вот чуть больше склонен, что все-таки человек немножко даже не то, что может найти свой смысл жизни, а создать. Вот как ты считаешь на этот вопрос, как бы ты ответил, в чем заключается, ну, не то, чтобы смысл жизни человека, но что-то около этой темы. Вообще, зачем мы тут сидим, зачем там люди смотрят, зачем люди где-то работают, зачем кто-то, не знаю. Смысл жизни, потому что у меня есть такой ответ, что смысл жизни в эмоциях. Ну, не надо путать, правда, эмоции и чувства. Эмоции, то, что все это, это то, что внешнее чувство, то, что внутренне у человека. Я считаю, что мы живем для того, чтобы чувствовать, испытывать эмоции и положительные эмоции. А как ты их пытаешься испытать, именно в хорошем смысле этого слова, это уже вопрос качества твоей жизни. Потому что качество твоей жизни – это качество твоих эмоций. И мы живем для того, чтобы радоваться жизни. То есть во всех святых писаниях, в Коране, в Библии, в буддийских текстах, радуйтесь, наполните сердце радостью. На самом деле очень просто. То есть не надо зарабатывать миллионы долларов для того, чтобы радоваться. То есть ты можешь жить как миллионер, не будучи миллионером, потому что люди теряют свою жизнь, чтобы добыть денег. А вопрос зачем? Для того, чтобы жить так-то так-то. У нас сколько историй этих дома по тысяче метров понастроят, а потом... А радости нет. Это особенно страшно еще там сидеть. То есть радость есть, когда ты что-то такое... Ну, если честно, радость ты испытываешь, как правило, настоящую радость, когда ты удовлетворяешь духовные потребности свои. В давании меру, банально в любви, наверное, в радости, в семье, в детях. В таких простых вещах, на самом деле, ничего в этом сложности нет. Не надо усложнять. То есть ты думаешь, что у тебя будет миллион рублей, и ты будешь безумно радостным. У меня когда случились большие деньги, я буду радости на ровную три дня. Ну, даже один, наверное. А дальше это же, как бы, ну, дальше это проблемы. А что надо с ними делать? Как их сохранять? Как в клеточке небольшое такое ощущение появляется. Ну да, то есть ты сразу тут начинаешь быть привязанным. Да, понятно, что деньги нужны без них никуда, но это ни в коем случае нельзя ставить. Для меня ответ на данный этап его жизни в эмоциях, в чувствах эмоций. Слушай, если рассматривать, вот, сейчас последние полтора-два года такой ажиотаж вокруг цели, 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 понятно, там, Петя, я все это немножко транслируем. Но, как ты считаешь, что же может быть, ну, не то чтобы главным, то есть путь или цель, но, то есть, вот такой упор сильный в цели, не говорит ли это о том, что мы забываем про сам путь? Смотри, для того, чтобы сбить температуру, нужно принять анальгин, но это вот не отчаянно, что ты принял, ну, и после этого нужно принять противовирусное, чтобы лечить болезнь, условно говоря, да? То есть цель, это для большинства людей некий маячок и некий мерило, идет он или не идет, вообще развивается он или нет. Я пришел к выводу, что чрезмерное фокусирование концерта, это очень правильно, на начальном этапе, на старте это хорошо. Но, я бы, знаете, как сделал бы, я перефразировал бы, потому что цель очень сильно развивает, например, на этот момент эгоизм. Ну, почему? Вот поставил ты себе цель 10 миллионов долларов, через некоторое время ты говоришь, а любую цену 10 миллионов долларов. А дальше что? Ну, дальше, там, наркотики, самый простой вариант, да? Давай будем торговать наркотиками, вообще 600 годовых, супер, будут деньги. Или, там, обманывать людей, там, не знаю, ну, всякие, там, некрасивые истории начинаются. Фокус на деньгах. Как только начинается фокус на деньгах, начинается не очень правильная история. Понятно, что обеспечить семью, понятно, что обеспечить детей. Я заменил для себя на систему достижения результата, и еще отдельное слово, фокус поставил. То есть ты должен фокусироваться на чем-то, что тебе нравится, и должен понимать, идешь ты к этому или нет. И критерально заменять, идешь ты или нет. Фокус, результат, это хорошие слова. Не такие эгоистичные, как цель, ощущения. Да, ну, потому что это только игра растет. Ну, то есть, ты взял, там, я хочу себе, там, вертолет. Ну, есть у тебя вертолет, и что? И что? То есть, и что-то в жизни помялось. Ну, прикольно, да. А если ты кайфуешь от полета? Да. То есть система достижения, вот, улучшения, система достижения целей, вот, система достижения результата, скажем так, и фокус. Потому что можно фокусироваться на том, что все ради денег, а можно фокусироваться на пользу, потом деньги. Это разный подход. Можно фокусироваться на возможностях, можно фокусироваться на том, что вокруг, знаешь, как это есть такие стандартные темы, всех хороших мужиков разобрали. Ну, ты же пока не женат. Рассказание. Или, там, любовь-то боль. Да, там, или, там, большие деньги, честно, не заработаешь. Вот такая стоит транслироваться, но это же просто ограничение решения таких людей. Ребят, смотрите, тогда мы сейчас чуть-чуть тогда прервем нашу сегодняшнюю первую встречу. Я думаю, надо к концу сказать, то, что мы запланировали, или то, что мы можем запланировать, это как раз тоже сильно будет сейчас зависеть от вас. Вот. Вы меня знаете давно, Алексей, вы не знаю, вы узнали довольно недавно, может быть, кто-то полчаса назад, кто-то раньше, да. Просто, Алексей, расскажи, что дальше будет. А я, с этой стороны, добавлю, что, поскольку видео у нас на канале сейчас стали выходить чуть реже, я очень много времени уделяю своей компании, и, то есть, есть какая идея. У Алексея есть довольно большое количество контента по бизнесу, которого очень много народу на ютубе писали, что вот, Руслан, где контент про бизнес, то есть, где твои инсайты, где твои, там, всякие такие тоже цели, 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 какие каналы, там, и так далее использовать. Вот идея в том, что Алексей может снимать контент именно про эту тему, вот, касательно бизнеса. Я могу снимать ролики на этом же канале про чуть философию где-то, про ценности, то, что меня сейчас больше даже где-то интересует. Расскажи, какой контент у тебя, Алексей, есть, и там дальше можно вместе. Да, ну, я очень люблю непрактичные, неэффективные, неизультативные истории. Знаете, как, чем отличается мастер от учителя, да, результатом. И у меня, поскольку есть аминский программ, где уже, ребята, случались, там, миллиардные результаты, я решил сделать это онлайн и запустил проект, называется «Охота на миллиард». В чем смысл? Это несколько команд, которые я просто отбираю случайным образом, это участие бесплатное абсолютно, будут выходить в формате там у Сонга раз в неделю, где я, ребята, у Сонга веду до миллиарда в оборотах. Сейчас мы до прибыли в рамках проекта не получится, подумаем, как дальше это можно запаковать. И, соответственно, это примерно раз в неделю будет выходить какое-то видео, где мы сидим, где мы общаемся. Я буду подсказывать, как правильно действовать, как настраивать продажи, как систему, куда идти, как бежать. Недавно, я думаю, сейчас, может быть, одно из видео мы сейчас опубликуем в предыдущих съемках, например, там, 45 минут можно посмотреть. И дальше вот в таком формате раз в неделю, там, может быть, два раза в неделю какие-то истории такие будем публиковать. Потому что, ну, что толку от каких-то бизнес-лекций, которые очередной бизнес-гуру, типа, да, несет в мир, там, ну, и, как бы, как применять, как имплантировать, а как это в жизни. А вот этот человек не сделал, я его выгнал в шоу, потому что он, там, пошел в некачественную какую-то историю и начал обманывать потребителей. Или еще что-то. У тебя вот эта вот история сейчас уже идет или ребята должны записаться? Она уже идет, она уже сейчас идет, она примерно месяц идет, мы сейчас просто какие-то контенты можем показать. Просто я первый несколько тестов был в истории, мы их, там, практически даже не снимали. Потом я понимаю, что, ну, я почувствовал, как это можно правильно упаковать, и вот сейчас можем это, охоту на миллиард, запускать. Вот, если есть желание попасть на охоту на миллиард, пишите, посмотрим, если интересны какие-то кейсы. Но обычно это очень случайно происходит, то есть я отбираю очень специфическим способом. Мне важно, чтобы люди были определенным образом готовы к изменениям, потому что толку вкладывать в людей, если изменения нет. Ну, а если, кстати, не факт, что получится. То есть не факт, что дают людям миллиарды, не факт, что я их всех нахер не выгоню, но пользование точно получится. Они это точно запомнят. Знаешь, я, кстати, взял ребят, одних, и после того, как взял, узнал, что у них минус 20 миллионов долгов. И вот мы, значит, первый месяц занимались не тем, что как идти к миллиарду, а как, сука, научиться считать, что больше минус 20 миллионов не было. И это было капец печально, знаешь, я думал. А у них там производство, там, какие-то, там, этих, бетона. И потом, я понимаю, они потом посчитали, поняли, что у них минус. То есть они продавали в минус. То есть они сделали сделку, они еще до нее доплачивали. Ну да, получается, зарубить, покупать, 90 продаю, наоборот, высокий. Это как в анекдоте, да? Два друга встречаются, один в другом говорит, что этот бизнес, ну, я пойду. Он говорит, какой? Я, говорит, в потенном переходе, 100 долларов в банкноту, по 50 долларов подаю. Он говорит, ну, как, говорит, с доходностью не очень, но, наоборот, сумасшедший. Кажется так. Вот, смотрите, поэтому под видео на соцсети Алексея будут размещены, соответственно, все ссылки. И отдельную ссылочку, только не для тех, кто там в начале ролика что-то накинулся, мы сделаем. А вот для тех, кто досмотрел до конца, Пол, я предлагаю сделать небольшую ссылочку ВКонтакте на голосование. Как, что люди думают, стоит ли эту историю вместе делать или не стоит. Будет ли это совместная такая некая синергия каналов, да, синергия контента. Или есть какие-то у кого-то там жесткие опасения. Поэтому вы голосуйте по этой ссылочке, Пол, тогда кратко GoogleGL размести, так, типа, ну, голосование здесь. И комментарии вы обязательно пишите. На Ютубе там тоже почитаем комментарии, конечно, кто досмотрел до конца. Но больше интересует, что вот именно те люди, которые концовку услышали, что думают ВКонтакте вот на том посте. Вот, и на основе этого уже дальше будем двигаться, услышав вас опять же, да. В принципе, на этом все. Спасибо большое, Алексей, что позвал нас сюда. У тебя офигенный офис, жалко, ничего не видно. Но мы сейчас еще чуть-чуть поснимаем. Это не мой офис, это здесь, это зал, где я преподаю обычно. То есть это вот зал, где я веду свои тренинги. Пожалуйста, поснимайте. Прикольно, интересно. Вот, на этом все. Всем пока, до следующего выпуска.